Встречки нашего депутата Вячеслава Викторовича Павловича, Министерства промышленности Российской Федерации, Министерства транспорта, депутата государственного и, конечно, инвесторов. Вот наш электрический сегодня транспорт, новое название, я еще с волнением все это называю, так как, учитывая 70 лет назад, примерно в это же время, было открытие данного завода. И вот такое событие, как бы второе дыхание сегодня, потому что мы все эти месяцы с волнением все-таки относились к этому процессу, так как понимали, что на сегодняшнем этапе все-таки запустить практически новые производства, это очень и очень непросто. Не случайно сегодня поддержать приехали коллеги такого высокого уровня и такого высокого статуса, чтобы прежде всего наши жители, то есть тот багаж, который был вложен уже не одним оттамом развития машины предыдущей, он, конечно, является основой и нашей конструкции, рабочие, инженеры, и все абсолютно, кто принимал участие все эти годы в развитии общественного транспорта. Конечно, огромные слова благодарности. И на этой основе, на этой наработке, конечно, появилась сегодняшняя машина, я с волнением тоже ее жду еще, вот презентации не видел, это волнительный момент, но самое главное, у нас появилась надежда, что сегодня машина уже будет нового поколения, и машина практически мировой бренд, который будет потребляться и поставляться не только на рынок Российской Федерации, но и на экспорт. Мы очень благодарны еще раз инвестору, Вест Гонч в вашем лице, поэтому для нас очень дорогое сегодня событие, мы с волнением к этому относимся, но мы понимаем, мы будем двигаться только вперед, с праздником всех! Спасибо вам большое, Валерия Васильевич! Сейчас я представляю вам президента компании ПК Транспортной Системы, Феликса Львовича Винокура, человека, который весь наш коллектив научил главному принципу, либо мы делаем лучший продукт, либо не делаем ничего. Феликс Львович Винокур, вашу приветствую! Спасибо! Я, кстати, всегда без бумажки, но сегодня такое, знаете, для меня в какой-то степени личное мероприятие, я потом объясню, поэтому я там, в принципе, немножко написал, о чем-то ничего не забыл. Конечно, прежде всего хочу поблагодарить столь высоких гостей, Пен Сергеевич Тролей Васильевич. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность нам показать вам мировую культиру, не побоюсь этого слова, как уже сказали, лучшего троллейбуса в России точно, но в мире побоюсь, я уверен, что победим. Немножко истории. В 2015 году компания транспортной системы сделала первый троллейбус «Адмирал». Почему я хочу об этом вспомнить? Были сложные времена, это было восстановление нашей компании, и после того, как мы сделали трамвай, мы обратили свой взор, естественно, для синергии на электрический транспорт, это на колесный электрический транспорт, на троллейбусе. Почему я это вспомнил? Потому что так сложились звезды, обстоятельства, не знаю, история, что нам пришлось заморозить этот проект, хотя, конечно, для нашей компании он был такой, очень значимый. Мы вообще относимся ко всему, что мы делаем, а у нас восемь моделей трамвайных лаконов, это все наши дети, и мы относимся к ним, как к ребенку. И на самом деле было очень жалко замораживать контракт, и тем приятнее сегодня показывать уже следующую генерацию на самом деле адмирала. Это уже не тот адмирал, который был пять лет назад. Но я хочу обратить внимание, что уже пять лет назад мы дали тренд развитию троллейбусного движения. Мы уже, первый адмирал, был приспособлен для движения без контакта на сети, в автономном режиме. Наш первый адмирал впервые в истории России переехал в Великую Русскую реку Волга в Ульяновске без контактной сети и вернулся обратно на высокий берег. То есть мы уже тогда понимали, куда надо двигаться, и куда в конечном итоге будет идти троллейбусное движение. Ну и я хочу сказать о том, что наш подход в строительстве продуктов, ну как трамвайных и трамвайных. нашей церемонии мы представляем вам инновационный троллейбус нового поколения Адмирал 62-81. Встречаем! Аплодисменты! Дамы и господа, ну а сейчас мы предлагаем всем поближе ознакомиться с нашим... Субтитры создавал DimaTorzok